Ну вот, собственно, он, вот он, собственно, драфт. HellRiser сыграет за Radiant, за Dyer будет играть London Conspiracy. И еще 9 секунд остается у игроков HellRiser для того, чтобы выбрать какого-то... А, это нет, это London Conspiracy выбирали. Бэйн. Undying и Бэйн. Пока что против Ио. Вот плохо, что не показывают, какой там пул героев. Мне кажется, стоило бы добавить вот тут где-то слева-справа, ну вот в этих вот областях, чтобы можно было видеть, вот где, ну какие есть герои, какая есть возможность. Dazzle, Имба Спирит. Ну, слушайте, в общем-то, рандом драфт, а драфт как будто бы Captain's Mod мы играем, ничем особо не отличается. Ио, Даззл, Спирит, ну, какие там еще интересные... Где Оракл, где Тайтхантер, где там какие-нибудь там техники... О, Брисов Бэйн. О, Брисов Бэк Разор. Хорош. Остался герой для Кевки. Дружище, и Шачло вместе с Афониджи. 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 Афоня. Что же хочет Афоня себе? Ну, в общем-то, это неплохие такие герои. Ага, ВРК и Бэтрайдер. О, ну это уже весело, это уже весело такие товарищи, которые могут вносить безумие в ряды противника. Я думаю, я надеюсь, на самом деле, что отнесутся и относятся к этой игре как к игре, которая требует выявить не кто самый сильный, да, а кто самый находчивый, самый веселый. Вот он, Синяк в этой доте пошел. Отлично. Все работает. Казалось, что, ну, раз уж у нас новогодний турнир, то неплохо было бы вот такие вот какие-то частички, чтобы нас летали там в воздухе где-то, но, знаете, не было у меня такого, но, слава богу, есть в этом мире друзья. Не имея 100 рублей, а имея 100 друзей, выручили, подарили. Ну, я, точнее, не просил дарить, я просил просто попользоваться на время, я потом верну обязательно, вот, ну, там, или на что-то обменяю, в общем, не знаю. Но, Синяк есть. Теперь у нас Синяк есть, теперь у нас точно новогодний. Может быть, нам музыку вообще новогоднюю включить? Ну, она играет в перерывах, друзья, поэтому новогоднее настроение тоже вам будет обеспечено, хотя еще, опять же, до нового года далеко, но, тем не менее, уже неплохо бы начинать нагуливать это самое новогоднее настроение. Еще раз напомню, что этот замечательный турнир стал возможен благодаря Твитчу, благодаря G2 и благодаря всем тем спонсорам, которые вы видите вот на своих экранах, в левых, в верхних, в нижних частях карты, на баннерах, которые помогают, которые дают возможность игрокам вот так вот проводить весело время. И, конечно же, развлекать нас вместе с вами. Шхачлова вместе с Гадемом пришли за руной, и, собственно, руны здесь пока нет. Ну, в общем-то, оно и неудивительно, целая минута до начала. Так, тут у нас Undying, Beaver Seagate. Давайте, собственно, разберемся с составами, пока еще команды не столкнулись друг с другом и начали выяснять, кто же из них действительно сильнее. Итак, Солен на бойне играет, Разором будет управлять Джеллопи. На Undying мы уже видели Beaver, Higita, Брудмазер, Last Peak, Baby Knight. Вот в центре решил он сыграть на Бруде. Ну и, конечно же, Кевка на Бристл, Бристл, Бристлбеке. На колючий бок. Что касается наших парней, то Хеллрайзер имеет Годдемона, Ио, Имба Спиритом Сенсибилити, вот интересная Сенсибилити, это чувствительность, что такое, мне кажется. Андершок на Даззле играет, Афоня на ВРке, ну и Бэтрайдер. Так, давайте, после этого небольшого сражения. Вот он на Бэтрайдере. Ну вот он Разора сжег, вот прям совсем разливал на него эту свою горючую смесь, но не получилось его настолько испугать, что Разор покинул реку и оставил Шашла в покое. Но, с другой стороны, Бэтрайдер все равно задействовал руну богатства, поэтому все окей. В центре, смотрите, там уже стреляет Бендренджер, уже есть Бэн, уже есть Бруда, но на самом деле не очень просто. Чтобы там Фоня здесь, ну, разве что только сжалится Бэйн и уйдет на какую-то другую линию, там, кому-то помогать. Ну, например, Разор, смотрите, что Джелл Эпи-то делает, да, присасывается, сразу же Шашла, вытаскивает из него очень-очень-очень много дэмэджа, и сам-то его лупит, хлещет этой плеткой своей. 56 урона потерял Бэтрайдер, там еще и подходит Соля, но должен увидеть Шашла и, наверное, как-то спрячется там за Т1. Ну, в общем, главное, отойдет, чтобы ему не получить еще больше урона. В принципе, у Бэйна там на первом левеле Брэйн... А, ничего у него нет, вот будет сейчас слипать, чтобы вытаскивал Джелл Эпи дэмэдж. Поехали. Так, разбудили, но летит Шашлоп, пытается как-то через хайграунд размансить, чтобы там его не били, не убили. Ну, Аплазмайфилд, еще и крипы там помогают, да что ж такое, почему вы помогаете не нашим? Надо было на Джилл Эпи напасть, но в итоге 1-0. Пэбэя достается Лондон конспирсии и возвращается на линию очень быстро, прочит Шашлоп. Тем временем у... Ой-ой-ой, привязали кепку, хорошо, захиляли. Еще пару ударов, еще один удар, вот так вот Иос, сравнивая, чет годом, долго не думая. Делает ничью, а 1-1. В центре у парней, смотри, какие статы. У Афоны 9 на 1, у Бруды 6 на 1, ну, пока... Ой-ой-ой-ой-ой! Ах! Ну, это уже не так важно, как то, что у Бруды есть 1 фраг, а Афоня погиб. К сожалению, к сожалению, так бывает. Бодренько обе команды начинают, там за руны дрались, постоянно происходят какие-то экшен-сценки, экшен-муви просто. Так, ну что, в общем-то, может быть, какой-то стак тут замутить, но еще 14 секунд, 15, еще рано. За руной иллюзией выехал Бэби Найт и, собственно, без проблем забирает самую руну. Интересно, будут ли для Бэтрайдера какие-то леса стакать, чтобы он там вынес свой даггер и потом как-то попробовал проявлять агрессию по отношению к игрокам Лонан Конспираси. Ну, в принципе, шачлой сам может себе стакать, но, конечно, гораздо приятнее, если ты приходишь на все готовенькое. Там Ио с Дазлом уже позаботились о этих всяких отводах и сделали это, и-ё-ё-ёй, и-ё-ёй, или нет, или да, нет, ничего не происходит. В принципе, пытался быть агрессивным имбас спирит, но эта агрессия ничем не закончилась. Тут та же самая история, шачлоп под атакой со стороны Разора и Бэя, но на этот раз убить его не получилось. Так, ну, Бруда совсем, смотрите, уже сорвалась с Пи, и уже вот так вот за Т1 начинает, ну, не то чтобы заходить, но подходить, и вообще не боится Афони, постоянно его там напрягает. Надо что-то придумать, но что придумать? Так получилось, что Ласпиком реально Бруда залетела, и вот против Бруды, ну, ой-ё-ёй-ёй, так, можно убить, можно убить, давайте ещё один удар, есть, забрали, забрали Бристалбека, ну, Ио, конечно, разменяли, ну, в принципе, неплохой размен, всё-таки Кэри зарабатываешь, какие-то денежки, или даст доставать. А, Ио даже получил денег за Бристалбека, ну, в общем, Спирит получил ассист. Давай, Бристал, вперёд, идёт, плюётся. Ага, ну, тут уже Ио прилетел, который может, естественно, подсэвить, а сэвэс там хватает, и Ио, и Даззл должно, как бы вы видели, да, в предыдущем эпизоде не хватило, просто потому, что, наверное, ну, маленькие левела, ещё мало хила там, нет, у Ио там, допустим, какого-то зверского регена, ну, мы надеемся, что Тараску он соберёт, будет своих парней просто держать фуловыми на протяжении всего 30-минутного файта, если такое, конечно, случится. Так, Гонтам, пока по лесам. Пока по лесам, ну, понаблюдаем за тем, как он перемещается. Так, о, хорош. Кстати, один выходит уже, может дэмэджи вносить неплохо, правда, нет у него фестов, разрезать не может противник, ой-й-й-й-й-й-й, Бритшилбек всё-таки забирает имбас Фирита, ну, там, конечно, помог Тавру, Фирита крайне мало брони изначально, ну, вот, не хватило сейчас Ио, который, собственно, где-то там по лесам перемещался, и ещё один фраг достался на Конспирасе. Бурда на Хасте, кстати, может попробовать ещё раз напасть на Афоне, ну, честно говоря, Афоне, когда подрубает Виндрау, не так уж ему и страшно, эта самая Бруда, единственное, что, конечно, у Бруду есть неприятные плевки, так, так, ну что, ну, как-то, как-то надо уже, парни, хорошему. Сравнивать счёт. Так, ух ты, смог. Бэйн третьего левела и Анда, так, пошли в атаку, там был поставили, очень неприятно, есть ДК, я к этому проблему вообще его лопнули там, очень-очень-очень быстро, Даззл, Грейп, есть, надо как-то Даззл защищать. Ага, вот он, самый Грейп, и ТП, заслипали Спирита, но Спирит убежит отсюда, а Даззл улетел на ТП. В общем, потеряли только Ио, это, конечно, плохо, но хотя бы Митю, но Учлязов, вот сейчас Солина, и должен Бутрайдер помогать, Ио прилетел, хорошо, надо отогнать отсюда кефку и забрать хотя бы Бэйна. Бэйна отъедается, но Бэйна убили, и дальше, чтобы Бутрайдер там продолжал накалять атмосферу, но кеф, который может отбрасываться и может замедлять, там, слизь мы видели на шачло. Вот так вот, в центре же ситуация какая, 35 на 5, 30 на 1, ну, как бы не сложно было Апоне, он все равно крипов каких-то получает. По левелам давайте посмотрим, какая история у нас на данный момент, 6 минут 32 секунды. Седьмой левел у Брудеид 2 шестых у нас, 2 пятых, там масса просто четвертых, ну, и Ио имеет левел 3 всего лишь, потому что он погибал дважды. Дазл, вот, например, ни разу не погибал, спирит погибал один раз. Ну, плюс, конечно, они в трипле стоят против даблы, естественно, здесь должно быть меньше левелов, меньше экспы на троих, ну, то есть экспы такого же количества приходят, но делится оно на троих, соответственно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Паша уже шачло вот так вот, актин, сам себя стакать, как видите, оставил он линию, и Разор вышел в топ по крипстату. Ну, 44 на 18, ну, Бруда, рядышком с ним вообще, Бруде Разор мало кто мешает, медовая такая Бруда, теоретически, может, какие-то быстрые Некра выйти, там, Дезуль-Владимир и просто пойти пушить, пушить, пушить. Ну, или она будет какой-то гангующий, там, с Сайленсом приходить, когда кого-то вешает, там, уже спирит, там, спирит гоняет всю за кефкой, хорошо привязал, но бьет в бок, кефка повернулся спиной, соответственно, дэмэджа крайне мало выносит спирит. Так, тут еще и Разор хочет подраться, Плазмофилд, ок. Ну, бросать на кого-то линк, естественно, не было возможности, потому что бейна здесь нет, нельзя заслипать, и вообще никакого дизейбла нет, то есть немного дэмэджа потеряла цель. Ио, так, ну, нет, еще, конечно, 6-го левла Бэтрайдера, он просто пытается сжечь, так, заслипали Бэтрайдера, но горит, горит, горит он, а Ио бежит, годдэм хочет спастись, кому-то тизер нужен, нет, не получается, он погибает, остается, там, Бэтрайдер один должен улетать, отсюда по лесам, как-то по лесам, по полям, да, летит, но его не хотят отпустить, вообще не хотят, ох, как они ускоряются-то за ним, но Шачло приземляется, и все, скорее всего он погибнет, да, Шачло отправится в таверну вслед за Ио, вот так вот, ну что ж, Афоня привязала здесь Бруду, но, к сожалению, бить ее не может, потому что у самого очень мало ХП, и Бруда плюет, сетка, сетка, пока не плюет, вот сейчас можно плюнуть, но, ну, Афоня, заканчивается, у него Вендрат просто с руки поплюнул, добивай, ну, Бэби Найт, что творит, 3-8 уже счет, пока у Хеллрайзерс крайне неприятная ситуация, их гнобят, ну, по сути, можно назвать это гноблением на всех трех лайнах, в центре Бруда выигрывает, наверху, развор никаких проблем нет, вплоть до того, что он даже прилетал вот сюда вот, и здесь пытался, как-то поднапрячь противника, ну, и плюс у Спирита, с его саппортами, также дела идут не слишком хорошо, но где, где шестой, когда там шестой, и то, вот вопрос, да, будет ли шестой, ну, то есть, шестой будет, на этом и надеемся, что будет, когда будет шестой, то есть, шестой левел, это хорошо, но еще нужны какие-то врывы, и, причем, реализация этих врывов, кто будет дэмэдж вносить, но есть ВР, теоретически, там, о, кстати, зашеклила Бэби Найта, ну, и что, О, нет, у него фокус файера, соответственно, много дэмэджа тоже, ну, в принципе, дэмэджа внести пока не может, по варшот, ну, там, да, можно, но, такое, пока крайне слабо, так, там, вязали мы вивер, о, хорошо, а ну, тогда добивайся, ай, заслипал, но все равно, флэмбат работает, и сжигают они, зымбаря, и там будут, сейчас зафарняю 125 монет зарабатывать, тебе спирит, хорошо, Окей Минуты пойти улетают отсюда Десять минут, между тем, прошло, если вас интересует надворцы, то вот они, на варк-экранах, опять, сто у бруды, ну, практически максимально возможны, 4300 у разора, но не забываем, что разор там, между линиями перемещался, и какое-то время не фармил Ну, шач-ло, 6-й левел, можно напасть, можно напасть, главное, гем какой-то, вард, вижен, что угодно, просветка, все сделали правильно, только лишь бруды здесь не было, бурда тоже все сделала правильно, к сожалению, делать фраги, когда делает все правильно ваш противник, крайне сложно Сюда бы кто-то пришел, может быть, спирит помог бы, если как-то ворваться прямо сюда, можно привязать, попробовать, допустим, АТ-2 сделать телепорт, потом на реминанта быстро прилететь вот сюда, напасть на парней, там еще одержит какое-то время бэтрайдер, и в итоге можно будет сделать парочку фрагов 1, так, 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 присталбэк с суперсапогом У спирита пока голый сапог, но зато у него есть аквилла Чуть больше, да я могу чуть-чуть больше брони, 5, плюс 3 Потом 8 брони, это уже неплохой показатель, посмотрите, 33% сопротивления урону физическому, то есть из 100 залетает только 66 дамаги, ну, как бы, но он так Ну, бэтрайдеру, конечно, не страшно потерять, там, сколько-то урона, даже весь урон, если он потеряет, по сути Да, крипов он добивать не сможет, но если в драке на бэтрайдера бросать, да, то, как бы, это, ну, не тот персонаж, который, там, прям, страдает из-за отсутствия дема, да То есть у него есть много скиллов, которыми он может этот дэмэдж внести Так, полетел, свет, нет, не может зацепить, мана не хватает Ну, вот теперь должно хватить, и, там, помогая, да, и вот так, 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 ну, есть еще одно ТП, вынуждает бэдер перемещаться наверх Ну, пока, так, давайте по графикам посмотрим, какая история Слушайте, ну, 5000 на 12 минуте, это, в принципе, не такое уж и маленькое преимущество, 4000 по XP ведут, по Experience London Conspiracy То есть у них пока, действительно, все немного лучше, чем у Hellraiser Но, опять же, как бы, если мы дэлэйта живем, то Верка с импоспиритом могут показать вот эти вот чудовищные какие-то там криты Которые там убивают сразу же одного-двоих героев С попадания, так, вот, напали на башню, но, скорее всего, никуда защищать ее здесь не будет Есть возможность проймить, пока противник убивает наш тавр В размин, конечно, тоже никто не может выйти, потому что слишком присутствия А там, что они еще не забрали Так, 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 ну, вот, может быть, бруду попробую Вашняя сила света на верхней линии разрушена Не получается, ну, не хотят, наверное, быть слишком агрессивными Ну, вот, пожалуйста, 13 минут, есть уже замечательный артефакт за 4,75 и... 4,75, 4,000, 4,000, не самый дорогой, но зато какой полезный Так, паузу просит Бивер и Солон тоже будет пауза Ну, хорошо, здесь будет пауза Интересно, снег вот так вот видно Ну, да, есть какие-то вот элементы снега, я вижу, какие-то точечки такие Надо в другом месте посмотреть, здесь паутина Ну, это вообще весь снег пропал Э, куда снег, где-то? Ну, ладно, в общем, снег вернется, я думаю, не страшно Вангвардик уже в рисунке имеется Хорошо Вангвард и Пурманс Шилд Тут куча веток Слава Богу, что не работают эти артефакты одновременно То, конечно, было бы очень жестко Тогда бы Тая Духа вообще не выходил бы из банов Кстати, Тая Духу с пассивкой еще и Вангвардом Там, ну, навряд ли что-то его может пробить в принципе Вангвард блокирует 40 урона И у Тайда пассивка там больше 40 уже То есть 80 демеджа, а 80 демеджа, ну Если так по-хорошему, то вот у Верки сейчас 80 урона То есть Ну, вот когда там Бристлбэк, да, собрал Вангвард Вот на 13-ой минуте Вот с 13-ой где-то по 15-ую минуту Практически невозможно будет Ну, даже не по 15-ую, наверное, по 20-ую Там невозможно будет пробить этого персонажа Ну, с другой стороны, можно его и не пробивать Не всегда надо биться головой об скалу Можно просто эту скалу обойти Иногда есть необходимость, конечно, побиться в скалу Но в большинстве случаев лучше просто ее обойти Как-то подорвать стороны издалека И не стучаться в эти каменные глыбы Топовый саппорт По мнению некоторых Бэйн Ну, Бэйн... Бэйн хорош, да Тем, что у него очень много активных скиллов И все они, в принципе... Они точечные Ну, в отличном, допустим, от Лина, да Которая больше по площади там задевает этими скиллами Но зато они весьма-весьма эффективные Во-первых, чистый урон наносится Во-вторых, там, дизейбл Так-так-так-так-так Ну вот, готовы-готовы напасть И там байт, и все есть Так, Афоня Афоня, кстати, связал с Джелопи Вот, Джелопик связанный и бежит Хорошо, нападает им со спины Дал, что помогает ему Верка уже погибла Он, да, не знает, что делать За кем бежать Ну, все просто в разные стороны забегают А Кепка за Ио! Ох, как он убьет! А Ио! Погибает! Но еще и дальше пошел За Шачло вот так Смотрите, что делает Ты сейчас погибнет же! Что ты делаешь? Кепка! Эта Кепка погибает, но хорошо Размен удался У Бруды, смотри, какая история Бруда здесь стоит И, в общем-то, никто уже ее не бьет Потому что все погибли Большую силу света на центральной линии атакуют Силы света укривили свои сооружения 590 сейчас заработали хеллрайзер Но заработал в основном только бэтрайдер Да Противники чуть больше заработали Вашний силу света на центральной линии атакуют Не очень хороший файп, к сожалению, был Тавр тоже потеряли Нужен БФ Нужен БФ, спириту Что как-то с этими пауканами разбираться С героем как-то Вражеским побольше дэмажем носить Света на нижней линии атакуют Ну, до БФ еще очень-очень-очень далеко 6.13 6.13, что-то на 15-й минуте Можем еще раз посмотреть Какая ситуация там по графикам складывается Ну, крайне неутешительно Ну, вот Бруду, Бруду уже видно Да, на ворде Хорошо поставил Атуршок, давай, ультемой туда Афоня, связывай с кем-нибудь С чем-нибудь не получилось Да что ж такое Никто там, никого не было Никакого Фуриона, который бы с пруты поставил Так, тут понял Солен, что вроде бы есть вражеские где-то ворды Поставил свой, но Так, окей Явка, кстати, по лицу получает Но Спирит не рискнул дальше с ним сражаться Все-таки довольно плотный товарищ Ушел на реминанта Ну, вот Шачло должен прыгать в таблинике Хорошо, зацепил, зацепил, зацепил Бивера И теперь просто расстрелять его Афоня Ай-яй-яй, держит его в финсгрипе Солен сбейте чем-то, где что-нибудь нечего Видите, не имеется еще флеймбрейк у Шачло Но, с другой стороны, и не погиб Афоня Там как-то попытался, конечно, засейвить Бейн Но нет, но нет, слишком было этого мало 7.13, несмотря вот на все злоключения Вроде бы как, ну, начинают Hellrisers потихоньку оживать Только что, конечно, файл проиграли, но Забрали вот он дайинга Пошел там наверх спирит фармить Так Побежали, побежали, побежали пауканчики Отводики тут помогают делать Парням из Hellrisers Ну, хорошо Башню силы тьмы на верхней линии атакуют Ну, пожалуйста, Кримсел Гвард уже имеется У... Бародина Бристалбека Башню силы тьмы на верхней линии атакуют Башню силы тьмы на верхней линии атакуют Тоже, что, в принципе, и делает Спирит 1700 на руках у него имеется Ну, какие-то части Можно уже боевчика приобретать С другой стороны, что если Волган конспираси Сейчас проявят агрессию Учитывая наличие Егиса То есть пойдут, заберут там одну, вторую Вышку Ну, может быть еще какую-то, да, третью То ситуация крайне сложная У них так Вижен Там все меньше и меньше Ну, просветили же Бруду Цепляй как-то цепляй Ну, вот Иво прилетает Сюда помогает Просто Бруду с руки бьют И держат там шло-то Ну, Дрейв Дрейв на 5-6 локер Бруду как-то что-то придумает И Бруду, и последний удар Да! Павр что-то, по-пониму, накрывает Бруда погибает Ну, и вот так вот Смотрите-то Неплохо все получается Дау там Убивает зомбарей Заним замедляют Андершоков И связывает двои Хорош! О, шкепку связал вместе с бивером, а тут годдем, 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 годдем что-то, ну, погиб, ладно. Один в один размен, но убили ключевого персонажа, Бруду будем считать ключевым, одним из трех ключевых персонажей. Потому что Бруда 9500 нетворса, даже самый, наверное, ключевой персонаж из всех, который имеется у Лунат Конспираси. Ну и вот теперь хотят попытаться как-то забрать Эмбера, но ультимейт это у Бэйна нет, только что он тратил его в сражении. Практически Тавр получилось убить, заходил за него, чтобы там как-то крипы подпушили, но в итоге так получилось, что скорее всего Тавр заденает. Крипов солен может побить, да, ведь начинает уже денять. Кто, он дайн? Нет, Бэйн. Нижней линии атакуют. Ну, на Лиминанта вернулся. Спирит, естественно, Вижен есть, потому что Крипов там пока еще Бэйн не убил, но драться не пойдет. Поршидик. И что делать? Ну, ничего не сделаешь, конечно же, когда тебя разор принимает вместе с Бруду, и Сайвен, кстати, овешают, вообще шансов никаких нет. Так, тем временем, наверху, стык, что Спирита делать, что там был, он не бьет, он просто Бивера бьет, нормально. У Бивера очень мало ХП, ну, за Бивера, у Бивера 280, 130, 60, сгорел, хорошо, еще Ио прилетел в Сахоне, чтобы помочь, но помощь здесь не требуется. Помощь, наверное, требуется, ну, тут, видите, Бристлбэк ждет, однако, там есть хитрый шач-шло, который может прыгнуть, ну, нет, там хитрая бруда, и соли, ой-ой-ой, хорошо, так голодным просто на тизере улетает на шач-шло. И избегают они неприятной ситуации, в которой бы Ио погиб. 20 минут между тем прошло, активная все-таки у нас игра, 9 на 15, 24 фрага практически по фрагу в минуту, чуть-чуть даже больше делают команды. Там Разор зашел на хэграунд, гоняет всю команду Hellrisers, но если они Hell способны перевернуть, то Лондон Канспираси и подавно перевернуть не составит труда. Так, так, Грейв сразу же Даззл на себя бросает, но демод же, кстати, немало потерял, ну, Разора, да, 113 плюс 75, так, вот, там ультимейт залетает по кевке, вообще по биверу. Под Тамбой драться неприятно, но, с другой стороны, тут особо, ну, цель хорошая, да, Т2, но, каймить это не Т3, не страшно потерять. Ну, не так страшно, не такие большие, огромные последствия неприятные следуют за этим, да, Вижен сокращается, линия, как бы, у противника теоретически удлиняется, крипов там может на ней насобираться побольше, но... Но хотя бы бараки крыты еще, еще бараки прикрыты, выходит сейчас на линию Разор. Попытается он что-то Спириту сделать, но у Спирита есть Брайдер в помощниках, и он уже может, а, и улетят хорошо, хотят Розора принимать жилоби, понимают, что у него проблемы, вот, зацепили его, держат, давай, 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 живете, сгорайте, ой, связали, привязали, где его убили, расстреляли, молодцы, молодцы. Ну, такие одиночные фраги больше делают Хеллрайзер, в протяжении всей игры, вы видите, не получается у них как-то драться, там, 5 на 5, ну, особо и драка-то 5 на 5 не было, была одна, которая была проиграна, но, может быть, и не нужны им эти драки, вот, там, 3-3, 5-5, вот, надо так вот по одному, потихоньку, 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 где-то кого-то подрезать, где-то кого-то убить, где-то кого-то найти, ну, а дальше будет что? А дальше будут артефакты, дальше, вот, уже персевер-раунс, 2-600, то есть, уже попроще, уже, вот, массивное нашествие спайдерлингов можно будет остановить одним успешным разрезом. Не забываем, конечно, что такой фактор, как Рошан, имеется на карте, но он будет не самое ближайшее время. Так, ух ты, попал, да, за лутимое, там, вот, верка, пауэршотом, к сожалению, ну, так, 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 ай, просветили бруду, отлично, есть чем наступить, есть просто пауэршот в бебинат, и расстрелим на лопую, хорош! Вот так вот, ну, самое главное, чтобы я сейчас не загулял перед, и на ТП, да, на Тревелах улетает, ну, отлично, 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 ну, вот они, вот они, мастера ганга, этим зимним вечером. Не знаю, конечно, сколько там зима в ваших, друзья, краях, у нас крайне тепло, к сожалению, к сожалению, так, ну, вот, пожалуйста, и Меллстром потихоньку появляется. Блин, Меллстром, да, не самые там прям жесткие артефакты для 2-3 минуты, но, тем не менее, они появляются, если до этого там ничем похвастаться не могли, то сейчас уже чуть-чуть, 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 чуть-чуть случается. Ну, ну, вот, Антайн Клешон, каких-либо дизейблов, естественно, не составит труда уйти от него. Вашни, все, в центральной линии атакуют. Мне кажется, могут попытаться хеллрайзер как-то за Рошана. Ну, не подраться за Рошана, а вот зайти просто в наглую и забрать того самого Рошана. Лишив противника возможности иметь дополнительный бонус при нападении на, ну, какой-либо из товаров, какую-то точку важную на карте. Ну, важные точки на карте герои сами потихоньку начинают делать, когда плодят стаки, да, эншентов там, еще каких-то, но сейчас не то время для того, чтобы плодить стаки. Стаки в основном там с первой по пятнадцатую где-то минуту делаются, вот, потом формятся. Ну, на двадцатой тоже можно стаков, конечно, наделать, но за них не так уж активно будут драться, потому что немножко нивелируется их значимость. Ну, хотя, конечно, не полностью. Зашли, увидели в Смаке, Конспирасе, вражеский лес, ну, до сих пор тут находятся. Стоп на разору запрыгивать, готов, готов, шачло. Готов, шачло, но там есть все, как бы ни было проблем, пока не видят шачло, так, и он отступает. Так, плазмофилд, надо бежать назад, да, надо расходиться. Лучше не стоит драться в этой ситуации, во-первых, далеко и виндренджер, и спирит, а противник находится практически в полном составе здесь. Единственное, что вот нет кефки, и, может быть, они как-то попробуют этого кефку убить. Их здесь двое, и в эрка, и спирит, и, ну, что? Ну, что мы на верхней, атакуют. Пошел Афоник, а мешать, но нет силы света укрепили. Ну, тут авар подрежут, смотрите, как. Ак, в PowerShot, дал, фортификация, с одной стороны фортификация, с другой стороны, но это будет размен, т.п. 2, т.п. 2, т.п. Блин, конечно же, разрушенная Афония быстренько-быстренько уходит, разрывая дистанцию, и исключая возможность какого-либо агрессивного действия по отношению к нему. Да, Раш, она 3 минуты осталась. Ну что ж, не так уж и мало времени, на самом деле, за 3 минуты, вот тут, допустим, имеет 1900 на руках, можно не только кристаллиц купить, можно и начать уже Дэдалус отфармливать. Давайте посмотрим, что у Сольна. У Сольна, кстати, крайне неприятная история с артефактами, как и у Уан Дайнга. 3 400 у него, 4 400 у Уан Дайнга, т.е. все-таки саппорты не фармливают, что загоняют, загоняют спирита со всех сторон. Там просто на имбу нападают, но нет, опытный, опытный, опытный. Мека появилась в 25-й минуте. Ну что ж, не самый быстрый артефакт, но тем не менее полезный. От этого он не стал каким-то супер неполезным. Потом, конечно, чуть позже в грипсы это все было переведено. Ну вот, Бруда, вы знаете, эффективность Бруды все-таки начинает падать, потому что она ни в какой пуш не вышла. А ганги, собственно, Лону Конферси как-то и не делают за последнее время, разве что ганги только Хеллрайзер сделали и там убивали успешно из таких персонажей. А вот у противника не получается. Ну, т.е. не хотят они, ну, рассчитывают, наверное, просто как-то, не знаю, фармить, что ли. У Розор фармит, Бристлбек фармит. Да, у Бристлбека уже Саша Яша сверху, вот, Кримсон Гварда, Т.е. и Грэджинова Стика. Вот тут скоро дело дойдет до Рапир. Вполне так может оказаться. Есть что-то один, который стоит, видимо, забрать, поэтому годному в Метисофоне и оставшимися команды перемещаются именно в сторону. Т.е. 1 Тауэра, но 3-ти нет, не готовы, пока они вот так вот доходить. Ну, вперед отправили Афлет, там, конечно, может он поваршотнуть, пострелять. Так, слушайте, очень быстро все происходит, 300 хп остается у Тавара, так, 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 надо бежать. Перечисался Разор, Форста Фитофоню, Бэтрайдер тоже на блинке ушел, все правильно парни сделали. Тавара, конечно, не забрали, но, с другой стороны, и потеряли никого из состава команды. Так, тут есть разрезы, ну, Кевки тоже, пока у него какую-нибудь там супербашнюю... Ай, 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 Иолит, хорошо! И Кевку же нашли, и Кевку надо бить, Кевку надо срочно отправить на фонтан, отдыхать 50 секунд. Вот, и так и происходит, даже 61 секунду он там проведет. Отлично, отлично! Вот, смотри, растягивает своих противников, так, ну, тут, конечно, сейчас, может быть, его погибнет, Форстаф, это у Шачло, молодец. Если, блин, самого Шачло, ай-яй-яй, зацепил его Солен, как неприятно, это получается, что там в Сталинце, кто-то погибает, Форстаф, ну, там, перед смертью, Шачло, Шачло. Ну, еще какой-нибудь, Форстафчик, как-нибудь Гогем отдал, а где же Греев не давал, Дазл, Грева? Ну, вот, крайне плохо получилось, крайне плохо сейчас. Друг друга Форстаф или пытались как-то спастись, но, ну, вот, была потеряна важная единица. Был потерян Бетрайдер, у которого умелся Геев. Башню сил тьмы на нижней линии атакуют. Башня сил тьмы на нижней линии разрушена. Дазл, Гем, а, это, ну, то есть Гем Дазл, да, по-моему, в Бетрайдер, кстати, ну, я могу ошибаться, не суть важная, главное, что Гем-то потеряли. Ну, могут, конечно, заходить на Рошана, Гем там особого преимущества им не даст на этом Рошане, потому что у Хеллрайзерс, ну, Глимеров пока нет и, собственно, никаких героев, которые бы обладали способностью исчезать. Ну, и Хеллрайзерс понимает, что начинается там в Рошпите, что происходит, поэтому они хотят разменять, разменять. Фортификация, ну, не получится разменять тавер, к сожалению. Фортификация закончилась, а вот Ио исчезает. Остается спирит, конечно, будет до последнего пытаться бить вот так. Смотрите, швакнул-то бейна, вот по УХП этому оставил, вынужден брейнсап использовать. Сейчас солен, чтобы как-то восполнить недостающие части здоровья. Разор, что ли, достался? Да, Разору Егис достался. А вот таким макаром можно еще поиграть где-то минут 15-20, и еще спирит пофармит. Кто там? Три-сто на руках. Окей. Батрайдер БКБ не скоро, но Батрайдер БКБ не собирается собирать. Вот у него фоинт-бустер. Слушайте, может быть, это агонинка какой-то вот. Ну, как бы. А почему нет? Зацепить парочку персонажей. Нормально. Позор, это серьезный артефакт. Это монтастайло есть у него. Красиво, но монтастайло тут, понимаете, какая штука с монтастайлом. Если у вас достаточно... Ага, тут цепляют пепку в очередной раз. Хорош, хорош, держит ему хач-лоу, помогает ему вся самая команда. Слушайте, но он не погибает. Он плотный, там еще монтайка вовремя подроспела. У Даззла проблема, разорван, он напал. Грэпс на Дима Дамс, забросает. Андершок, выживает. Нет, заслипали, его пытался тп-аут делать, но и получилось. Преследование продолжается, но преследование закончилось, потому что довольствуется убитым Даззлом. Да, ну пока вот все-таки хил решает. Слишком плотный. Там персонажи вы видите сейчас у Спирита. Ох, у Спириту, боже ты мой, Джеллопи. Так вот просто terrible damage вынес. Вот так вот фраг заработал. Да, сборка вехать. Так вот, с бэтрайдером какая история. Если у вас имеется монтастайл, то в момент прыжка бэтрайдера, если вам хватает реакции, вы прожимаете монтастайл и перед бэтрайдером уже выбор, кого цеплять. Вас или ваши иллюзии. И не всегда, ну, бэтрайдер может сориентироваться и понять, кто же из них настоящий. Герои, а где иллюзии. Ну, благо у Бристллбека нет никаких иллюзий. Связала там Верочка. Так, ну вот тут начинает, конечно, обрабатывать уже казарму. Ну, оказывается, если хорошо подраться здесь и не отдать казарму, то можно потом восполнить все хп. Ну, партификация, самое время. Только 16 секунд еще надо подождать, пока спирит появится. За 16 секунд, скорее всего, здесь они заберут. Ага, еще раз связывают кепку, но спиной он повернулся в этот момент. Пытается Афоня его расстрелять, но получает Салиндс и отступает. И, о, на тире, выкиливает Афоню. Афоня опять же в спину пытается пробить. Ну, такая просто плотная у кепки эта спина. Ага, шачло, а шачло. Маны нет, лол, нет маны. И, о, и, а, и фотосельтку дали. Вот он пришел в спирит, который разрезает. Пех очень больно, кепки. Кепку заслипали. Разор пошел атаковать. БКБ, убедительная. И напалка, пошло вирс, шачло, шачло погибает. Дальше Разор, Джелеби пошел. И, о, а, и, и, и Салин повесили у нас спирита. Спирит ничего не может делать, потому что Салиндс надо бежать, надо уходить отсюда как-то и потом выживать. Салиндс, бетрайдер, байбек, перелетит. Ага, хороший парашот. Можно прыгать, можно форсапфель, бетрайдер и сцеплять. О, а здесь вы отлично, ну бивером и заперите, или как-то так, что-то такое. Шачло, сбили ему, конечно, блин. Джелеби опять туда уходит. Слэймбрейк, подталкивает его туда, но связывает его дальше. И еще Афоня там пытался привязать, но не получилось. Так, прыгает, шачло, вперед. Форсапф можно использовать. Ну, хотя, оттуда кого-то зацепить. Ну, его помогает ускорять, да, форсапф. Ну, или еще один форсапф и блинк, вот через секунду. Ну, почему? Не пошли, не пошли, забоялись. Т2 опасно, опасно. Т2, Т3, и можно слишком углубиться на территорию противника. Я напомню, что территория противника, в принципе, чуть больше, чем территория у Хеллрайзерс, потому что у Хеллрайзерс уже отсутствуют вот здесь вот построки, в то время как у Лон Конспираси есть и Т2, ну и, собственно, Т3 с бараками также стоят. Патаганиму, Виндрэнджер, и Алибарду приобретает Бристалбэк. Башню сил тьмы на нижней линии атакует. О, хорош, но Сайленс, Слип на себя Солен бросает. На Риминато там уходит Спирит. Окей, окей. Погоня продолжается. Много демо-то теряет имба Спирит, но Ио там должен как-то помогать, Ио подставляет. Скоро там, конечно, погибнет, но главное, что Коры выжили. Бэтрайдер делает ТП-аутом, такие вот фисты и Сирен Чейнс. Ну, а Фоня тут потихоньку с Кирпами разбирается. Окей. Ну, уже самое время задумываться о рапирах. Но, мне кажется, что рапира это все прекрасно, но нужна какая-то линка, наверное, и причем не одна. Ну, у Бэйна, Бэйн такой персонаж, вот чем хорош Бэйн, он просто любым своим скиллом сбивает вам линку. То есть, надо сбить линку, пожалуйста, вот. Инфибл, Брейнсап, Найтмайн, ну, все что хотите, все сбивает. То есть, если каким-нибудь, допустим, Бэтрайдерам надо форстафт использовать на противника, чтобы сбить ему линку уже, потом забить его ультимейтом, там, кого-то тащить, да, то Бэйн лишен таких проблем, он просто дает инфибл, потом, собственно, Найтмэр, и, ну, или сразу же, там, Брейнсап. В течение Брейнсапа. Ну, короче, что угодно может давать, то есть, может дать и Финсгрип, если надо, да, может, там, Брейнсап, вот, если надо вас помнить, как по этому есть. Ну, в общем. Такая история. Прохладненькая история с Бэйном. Все сбивает. Убивает. Куразора за последнее время появилось 3 600 на руках, ну, самое время, наверное, задуматься об Аганиме. Может быть, не знаю, Рефрешн, что, что еще хочет там Джеллопи собрать. У него, на самом деле, руки развязаны, он сейчас не обременен какими-то узами ответственности, потому что нужно вот 100% собирать какой-то артефакт, то ли БКБ, то ли, что-то, там, линку, там, или еще что-то, вот, там. Может собрать что угодно. Так, вот Монта Стайл. Так, хорошо. Ай, засыпили же Джеллопи. Так, да, тут помогает ультимейт, бросили Джеллопи. Избейт, да, развалили Джеллопи, отлично. Ну, так вот, молниеносные выпады. Стретки от Хеллдрайзера приносят свою пользу, зарабатывают они потихоньку там денюжку. Тревелак, Спирит перемещается на другой. Ага, тут проблема. У-у-у, Годдэм. У-у-у, Годдэм. Годдсептер даже я собрал там, чтобы отписывал. У-у-у, как там он шмаркает этот Спирит. Смотрите, да, там ХП где-то по 500 снимает противника. К сожалению, 26 градусов, которые Шекл использует в качестве поискового угла для того, чтобы привязать, кого-то не прокнули в этот раз. Я в фоне не связал никого ни с кем. Башню всем светом наверху, атакуют. Новый гем появляется у Хеллрайзерс. Но этим парням, конечно, нужен гем, потому что там, как бы, и Глиммер есть, и Бруда есть с сеточками, так что... Ну, помимо, конечно, очевидных вещей, которые там вот эти вот, да, сейчас стоят и дают вижн. Кстати, интересные варды от Луна Конспираси еще до сих пор. Они здесь почему-то вард держат. Видимо, они хотят видеть начало атаки Хеллрайзерс, вот когда здесь собирается какая-то там, ну, небольшая группа крипов и начинает выдвигаться в сторону их хайграунда. Как вы видите, все-таки понимать теперь, что нельзя просто так собирать рапиры без, ну, какой-то, без нормального подкрепления этой самой рапиры, да? То же самое, как на геракоптере собирать рапиру без, допустим, сатаника, но тоже особого смысла нет. Ну, то есть можно, как там самый отчаянный жест, ну, так-так-так-так, что Айшачло сразу же держит к нему в игре, помочь ему больно, и его должен увозить, и его увозит. Сам прилетит, но он потом на Дазла, на тизере переместится, будем на это надеяться. Так-так-так-так-так, нам подошел Андершек поближе, 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 поближе. И вот он тизер, да, Шекл там на всякий случай в иллюзию Разора. О, хорош, зацепил Кепку, теперь по листу уже, по листу, можно бить ему по листу, давайте. Вся команда просто подстригается, помогает, Кепка проживает. Схилы Кепка прожал, Кринссон Гвард хорошо, очень ему больно. Он ходит назад, он только проблему играет, он тебя бросает, разрезает, разрезает спирит и отгоняет противников. Никого не потеряли, но заметьте, что довольно серьезно просадили сейчас Кепку и испугались. Словно, Кринссон Гвард, вынуждены отступать. Вынуждены перегруппироваться как-то и придумывать иные подходы к взятию базы Хеллрайзерс. Ну вот что они придумали, друзья. Вот они придумали, да. Самая очевидная придумка, которую можно придумать, это убийство Рошана в его собственном пите, в рож пите. Ну, Дарашана какое-то время необходимо подождать, чуть-чуть, каждый мастер помогает Мендрэнджер усиливать себя и свою команду. И демонедж, хо-хо-хо. Демонедж. Слушайте, там уже... Ой-ой-ой-ой, буртуазер цепляет, бейте, так давайте, Ио, привязал с БКВ. Нормально используй БКВ, переслеживай, так и надо. Так и играю. Кипка врывается в толпу, просто за Ио очень хочет Ио убить, но его привязали, ему больно, на реминанта должен возвращаться сейчас имба Спирит, ай, годдэм, 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 улетел, успел, таки улететь, все просто разбегается, Андершок, ну что ты пауда сюда делает, Андершок, Андершок успел. Так, остается здесь Спирит, который привязывает двоих, получает себя слизь, выходит на реминанта, слизь с него тоже влетает, но сбивает ему линкуш, а Числот тоже прыгает годдэм, годдэм, тизерийца, тизерийца к имба Спириту, так вылетает Бэтрайдер, какая же долгая погоня, еще хочет привязать, привязать не получилось, но они гонят, желупь не хочет вообще их отпускать, подрубаем Флеймгвард, летим, как бы нас ускорить, чем-то нас ускорить, есть Форстаф, Спирит на реминанта, может привязывая там Разора, как, слушайте, они вообще не хотят его отпускать, что такое, отвяньте, чем он там вам так насолил Да, ну убивает полкоманды, да, но не сейчас, не сейчас Нет, это не агроним Башню сил света наверх, нет, это не агроним Но, кстати, Бэтрайдер, благодаря покупке этих двух артефактов, довольно плотно, уже 1700 у него, броня, она такая маленькая, но хп-ка имеется Последний внешний, ай, хорош, прям на кефку, зацепил, зацепил, и везет же к себе, к своим, привязывают к кефку, но теперь пострелять бы по нему как-то не получается Так, вот там разрезы, Глиммер был брошен на кефку, ну, там еще по варшот, так, 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 смотри, аккуратно, аккуратно, линку вроде сбили, но Самое главное, что уже использовал Финсгрип в Бэйл и не мог там, как бы, зацепить Спирита Ну-ка, 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 если увидят сейчас Джеллопи, то могут попробовать сбить ему ТП-аут, не получилось, не увидели Ну, смотрите, шайч-слон начинает быть очень-очень полезным Так, и его прилетает, Миссис Верка, ну, нашли Джеллопи, здравствуй, дружище Как ты себя чувствуешь? Чувствую себя, конечно, не очень хорошо, но вот постоянно-постоянно как-то разводятся на эти ганги, London Conspiracy В те времена, когда господство Лода с Адмиралом Бульдогом именно так и происходило Они там вместе с EGM, с S4, со всей своей компторой залетали там на отдельно взятого персонажа, который какой-то уходил, выходил там где-то Ио, Хаос Найт, там Фурион прилетали и просто убивали, потом прилетали, еще раз убивали, никто не мог понять, что же это такое происходит, как так, почему А вот, а эти хитрецы просто имели вижен по всей карте, летали и убивали То же самое сейчас и с Fon Conspiracy происходит Они вроде как, ну, доминировали, доминировали, да, но вот если сейчас график посмотреть, то все закончилось уже, как бы По экспириенсу интересный такой вот график, две такие волны, две ямы, одна широкая, вторая чуть более глубокая, но зато меньше в ширину Ну и самое главное, что теперь вышли вперед уже по экспириенсу Hellriders Ну тут, наверное, главное не экспириенс уже, а в принципе левла прочекать Вот как вы видите, у четырех персонажей, у четырех саппортов нет еще ультимейта третьего левела Вот, 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 самое, да, самое время, мы просто отдали вам вот этих бессмысленных китайских рошанов, у которых нет сыра А себе забираем нормального такого европейского ССГшного рошана, у которого есть и Егис, и сыр Нам не нужны такие обычные рошаны, вот он, вот он, наш рошан Байбекки на всякий случай, на всякий жар, заходит, сквозь мастер Вот такие с Аленсом на шоке, что больно, а Егис забрал и подкрит Хорошо, теперь можно сражаться, теперь можно сражаться, теперь мы убили, а он так всех разряжает А как больно, биверу, биверу больно, но отсюда убегает Спирит Разора тут столкнули, разору больно, разор, афоню бьют, афоня, грейм дает, окей Есть прошедка, я вижу, нет, бруда, кобры осуществуют, дыма, зубили бруду, держат, бруду, бруду, бруду И тебе к вам-то киберона добить, ай, я, я, разлиться, хоро, бебеноту больно, бебенот погибает Остается кепка, там где валяется, но кепки надо сбить ТП, кепку чем-то сбейти, ему ТП не получается сбивать ТП Но самое главное, что файта выиграли Афоня погиб Полетели сразу же сражаться вот так вот с бараками, молодцы, крипы зашли, как же вовремя, крипики-то, молодцы, что же вы делаете-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, да пофиг уже на то, что там этот злостный бризбэк что-то пытается делать. Забрали барак, нужный барак, посмотрите, какой били, не мечников, а лучников. Ещё и шачло пришёл для чего-то, но это, возможно, ошибка. Правда, форсов у него имеется, а, окей, всё, окей. All right, 2024, слушайте, ну, что? Ну, наверное, посмотреть на график. Башню сил тьмы на нижней линии. О, как взлетело там всё, здесь тысяч уже. То есть саппорт и ловла подняли, да, кстати, 15-й, 14-й. Неплохо-неплохо. Гилл Владимир на нижней линии разрушена. Ну, бустер зачем? Он хочет вакторин его превратить, а он превратил его вакторин. Теперь кулдаун 45 секунд. Лассо. Ну и напал можно чаще бросать, да? Летать можно чаще. Ну, всё можно делать чаще. 375. Что можно чаще? Чем чаще, тем лучше. Так, и вот девиз у этих современных бэтрайдеров. Честно говоря, ловной консперт сейчас напоминает какую-то такую юную девицу, которая вот 18 лет была просто богиней, и все парни на танцполе и за барной стойкой были у её ног, но прошло 25 лет, и она как-то не заметила, как это время прошло, и уже не понимает, почему он на неё никто не смотрит, и не бросает такие томные взгляды. Прошло, прошло 25 минут, ай-яй-яй-яй, и Саленс, Саленс, и Саленс вику сбили. Вот эта проблема у Спирта, и реально сейчас его убьют. Ну, это было египт, да. Но, может быть, его разменяют на сторону? Не, он просто улетит отсюда. Он просто улетит, а в сторону... Ну, не добили... Ай-яй-яй-яй-яй, хорош, кеф тут привязали, и тащит же, тащит его Сачло, а Грэффит ультимейт. Ну, нечем там дальше подраться, надо улетать, убегать надо. Хотя, буду драться. Смотрите, там пришёл, Спирит режет, ОК, Литвы ему сбили, Сачло подходит, есть Монтастерл, Сачло получает Саленс, Сам Андершотел пытается спасти, да, Грэффит бросает. Бруда, с БКБ нападает на Спирита, но Спирит отбрасывается чейнами, ОК, Спирит, ну не то чтобы больно, он всё, эвейдил, хорошо познакомился, заэвейдил, джелопи, а и джелопи просил, так как 800 хп у него осталось. И здесь гоняется, ой-ой-ой, Сорен гоняется за Андершоком, но тот раз джукал, заджукал, просто обманул, ушёл, имба, Спирит разрез и риминат, и всё, делает как надо, и не погибает, уже метель пошла, метель настоящая. Гем никому не нужен, увидел там, Спирит, что это гем, сейчас надо забрать, а он в инвизе, лон, он в инвизе, его не видно, хороший гем забрал, чтобы его не было видно, а он-то джелопи видит, а он-то джелопи может реально там с трёх ударов убить, привязать там, шваркнуть, шваркнуть ещё раз, у него там МКБ есть, давай-давай-давай, тут ещё хп, а чё бояться-то, ну, го драться, Ио, прилетай, есть, где ультимейт, ультимейт через 19 секунд, долго-долго-долго-долго, Разор не знает, Ай, Разор не знает, ну он тут один, но не знает, ну, на самом деле, не один, ну, как бы один, а-а, ну, это даже лучше, даже лучше, Бен себя форстафит, к сожалению, у Бэйна нет маны, чтобы что-то придумать, он погинет здесь, у нас, у бруды, ох, привязывает Бэйна до Афони, и расстреливает Бэйби, расстреливает, на это, детка-детка, не получилось на этот раз, ну, вот они, вот она стратегия-то, вот она работает, тактика, окей, кепка, как дела, привязали, баши работают, микростаны проходят, и, собственно, убивают они, Ристалтка, 500 крипов убил, спирит, и так вот, так, Афоня тоже, вроде бы, МКБ собрал, да, ну, теперь у нас и глимеры появились, и левела появились, и все прекрасно, друзья, казармы сетьми на верхней линии, разрушена, ну, окей, вау, 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 Шеллопи, ну, тут уже, смотрите, будет просто избиение, к сожалению, ничего не могут сделать, у на консерте слишком много демеджа, слишком много адского, адского демеджа, огненного, любого демодипического, магического, ну, разве что, чистого не хватает, потому что урона, главное, что чистого хватает, разрушен, даже Денайт, Тайца трелопи, хорошо, то что расчета, 24, 24 уже, вау, 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 2900, ну, из-за байбэк, в Разворович, до сих пор сегодня не появилось, он не знает, видимо, что покупать, вот, так, и когда был момент, когда надо было, чтобы покупать, он ничего не купил, просто копил денег в итоге вот эти вот там 5000 которые возможно были в инвентаре они так и остались пятью тысячами в инвентаре и ну окей все 30 тысяч на творца 20 тысяч на творца 11 14 ну а по 1 рапирка друзья 1 рапирка ну и тесно места гема я можно взять самое интересное что ситуация как бы уже выровнялась и не особо это рапира и нужно теоретически но не боятся не боятся парни по трапиру среди график такой прям ух серьезно взмыл вверх готовится потихоньку своей финальной наверно таки халрайзер надо как-то подойти делу мы то чтобы там творчески а просто чтобы это было одноразовая такая атака что-то неплохо там потом делать байбеки там забирать рапиру выбитую ну и так далее так далее может быть даже стоит подождать там рошана полетел бы то корово кого-то нашел область где не был защищенный герой этого героя привез своим героя там бьют героя обижают так но герой в общем-то плотный каша бритцелбеку тараску себе притарил учимой дазла это прекрасно но все равно хп шри хватает хп пул огромен просто бритцелбека почему-то в него постоянно пытаются влетать может быть а ну или в разора ну наверное да это как бы те персонажи который больше всего урона вносят особенно со временем еще и прокнутом вот гвардик такой урон в эти но урон не очень маленький то просто повернул со спиной имел я всех вас ввиду но спина твоя ты знаешь может быть слоган и пополам может готовиться шачло это придумать ведь и не хочет тащить он бритцелбека все-таки понял не получается его очень быстро увидеть тут обходной маневр обманный маневр но он ничем не закончился илюха тащит илюха давид илюха тащит почитал я чат именно так на такое мнение ну окей с этим сложно поспорить потому что довольно большой объем работы вы исполняет спирс так там что там где там салин на годы маналово зацепили байбината выгната крайне не очень серьезное число брони можно попробовать его забрать держит афоню афоню больно но байбинат сейчас погибнет афоню дальше продолжать бежать уходит улажно что делать его заслепали окей пошли в контратаку на афоню грейф бросили разор разор больно развратывать его привязывающих но а привязывает его второе нет не его а кепку привязывают а фарни разбегаются да мы потеряли брону тоже потеряли лондон конспираси а внизу у нас год дым за руной богатство летел ушачно вот так вот знаете такие насколько и делает на противника напрыгивает улетает это вот постоянно постоянно третирует нервирует его постоянно эти дротики забрасывает мишень дартси окно вот еще один рожан еще один сыр еще одним а епис окей бессмертие у варки имеется на время действия егиса шашлы полетела шашлы сыром но вот не получилось сейчас ты пануть кявку работы так тарин как видите отхиливает бэтрайдера ликит и лечится лечится и летит сейчас 5 минут играют на упорное варьевание 25 на 25 так запрыгнул хорошо кого зацепил зацепил андаинга но так это очень даже быстро можно развалить пошел там сражаться кепка ну как бы уже бессмысленно сражаться и я кепку-то потолстули назад это просто вот руки развалить попытаться просто так придумать нет бруда со спины нападает на годы моря подлингая бруда но все-таки годом помощью грейва чувствую себя великолепно так связали кепку на чуть-чуть но микрофон и работают просто плитки работают и джеллопи проблему сейчас еще один раз хорошо шмаркать он погибнет еще один давай 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 разрез разрез поджелопи вот разрез минус джеллопи отлично ну все не стойте на нашем пути никакой благодаря протекции нет никакие глипы вас не спасают друзья минус вторая сторона и мы перемещаемся на последнюю ухты еще кепку связали здесь чтобы он вообще не мешался бруда хочет что-то придумать но бкб у нее через 18 секунд через 18 секунд не будут ни бруды ни стороны пошло ах зацепил бруда хорошо тачит к своим ну просто развернись тоби ее спирит о хорош два три удара минус с бруда теперь то же самое с кепкой можно делать кепка понимает уходить отсюда кепка пытается уйти но за ним погоня связывать не получала как швак что-то криты какие же работают а шачло там подсвечивает его сегодня больно и шачло и кепки кто ж ты раньше-то погибнет еще один разрезы линку сбил на рената уходит афоню афоню держит афоню его спасает грейп на афоню хорошо и его просто убозит а кепки-то погибает и завернется они отхиляются то но тут скорее всего имбран спирт просто всех развалит байбэк у бристолбэка окей бристолбэка надо резать после байбэка бить в лицо развивает он линку и его помогает вернуться вместе с афони афоня просто расстреливается подключил после этого байбэк это была последняя надежда что-либо сделать надежда на нижней линии победили силы света убирает последний она умерла вместе с бристолбэком 1-0 разерс пока что лидирует серии после упорного матча 5555 вот так по времени он длился ну и когда казалось бы уже надежда потеряна казалось бы уже хелл райзерс должен задуматься о том что надо делать на второй игре все-таки у них все получилось эти их точечные ганги они вывели из равновесия экономику команды конспирасе сами же парни вы формили то что должны были и сделали то что должны были сделать